Дроп номер один. Сразу два в одного нанести, плюс два в другого. Поэтому возьму его. Здесь. Здесь трудный довольно выбор. Все три карты хороши. Худшая карта здесь, пожалуй, я думаю... Амбушер. Хотя опять пять за четыре, это здорово. Хаунтед Крипер, либо Дарк Эйрон Двор. Мне кажется, Дарк Эйрон Двор все же чуть-чуть получше, чем Хаунтед Крипер. Хотя и его я очень люблю. Ну, здесь на любителя, мне кажется, выбор. Йети, Брюмастер и Тигр. Опять хорошие карты. Ну, я думаю, возьму Йети, Йети Король Арены. Просто идеальные характеристики имеет, свои цены. Ну, да, я возьму его. Здесь возьму Пиратика, потому что... Ну, в любом случае, другие две карты очень плохие. Здесь очень большой недобор по характеристикам. Единица атаки очень слабая. Здесь недобор по характеристикам. Ну, и вообще два-два за три слабо. Даже Дилуан Дамаж не так катит. А это Мурлок, который за два только за единицу. Что, ну, для Роги. Потому что Роги, как обычно, есть оружие. Я беру его. Венчурко. Висп нам точно не нужен. Вольф Райдер. Ну, вполне нормально, но Венчурко из-за огромных статов. Мы возьмем его. Крокодил, Шторминг Найт, Грунт. Худшая карта здесь. Наверное, потом Крокодил и Шторминг Найт. Хотя, если быть откровенным, то... Третьей, четверкой и ни одной двойки. А сказать, что Шторминг Найт прям намного лучшее Крокодила, я не могу сказать. Нет. Все же лучше, я возьму его. Ну, здесь очень простой форсир. Потому что эта карта полная ерунда. Забафать ее мы не можем на Роги. Shadow Step. Если даже забафаем, то все равно эта карта ерунда. Shadow Step нам не нужен. Просто выкинуть карту. Форсир самое то. Третьей, лечение. Оу, Бэкстап или Хантед Крипер. Видимо, придется второй раз отказаться от Хантед Крипера и взять Бэкстап. Потому что это одна из лучших карт на арене. Для разбойника. Это явно проигрывает этим двум. Блуд, Сейл, Рейдер и Лив. Ну, хотя и Спринт тоже вполне такая карта ценная. И Фрест Вульф довольно нормальная карта. Ну нет, Фрест Вульф мы откажемся у нас, потому что не так уж много. Пока существ дешевых. Больше до четверки. Блуд, Сейл, Рейдер это всегда практически 3-3 как минимум за разбойницу. Ну, а учитывая, что у нас нету двоек, я возьму ее. О, Блуд, Кнайт, Сей Джайант. Думслейер явно не та карта, которую мы хотим. А вот... Не, я возьму все же Сей Джайант. Это более такая солидная карта. Да. Кнайт все же ситуационно. Просто как 3-3 ее вытаскивать небольшое желание. О, Фан оф Кнайтс, Дредд Корсар и Синистер Страйк. Это... По умолчанию это будет за 3-3-3, что есть Гризли. Может быть за 2-3-3, что уже неплохо. Да, наверное, возьму пиратика. Здесь. Наверное, Амани Брид Сектер довольно простая, потому что в любом случае другие две карты плохие. Это худшая карта. Не делает ничего просто. Это... Ну... Да, что-то. Но... Все же хочется двойку взять, чтобы занять стол. Вообще, очень хочется Шаттер Санклерик какой-нибудь получить. Было бы неплохо. Такой интересный выбор на самом деле. Не хочется брать Дэнсинг Сворд. Хотя у нас довольно агрессивная пока выглядит колода. Но... Все же как-то так. Я думаю, взять лучше Кубльт Геомальтера, потому что я надеюсь еще добыть заклинаний. Какой-то на спал дэмэдж. И нормальный им... Врубать... Бэкстаб там на три. Дэнсинг Сворд? Не-е-е-е. Не-е-е. Мне кажется, это очень близко. Именно для Разбойника. Да, давай я возьму Кубльт лучше. Ну, здесь... Довольно просто взять вот этих ребят. Они очень хорошо заходят, если ты ходишь вторым. Чардж нам у нас есть за единичку такой же, Чардж. Так что не нужен. Синистра страйка это просто выкинуть карту. Поэтому... Братков. О, Ассинейт. Да, наверное, я возьму его. Хотя, конечно, хотелось бы взять три-два. За двоечку. Но Ассинейт, мне кажется, сейчас более ценных. Двое мы сейчас же поднабрали. Брюмастер тоже неплох, но... Так. А вот три-два за два, наверное, и будет. Учитывая то, что играем за Разбойника, у нас есть оружие, что можем мы, в принципе, добить. Если бомбер покоцает. Так что да, давай. Вольфрайдер. Нет, слабовато. Консил тоже карта в никуда. Это печально. Это ужасная карта. Никогда не берите. Эта карта тоже не очень хорошая. 1-1 за единицу. Это шлак. Наверное, придется взять Мурлока. Сделать больше нечего. Придется взять Зомби, потому что другие две карты ужас. Да, Зомби вполне неплохо. Гномиш Инвентрос огромный удовольствием возьмем. Дрова у нас нету. И прям ура-ура. С руками оторвем. Эту карту ужас. Эта карта, ну да, тоже неплохо. Опять же, дрова, но все же... Гномиш Инвентроп солидней. Ооо, здесь выбор. Ну, хотя бы сказать, что... Хотя, кстати, именно здесь выбор. Потому что довольно трудно выбрать. Лерой Дженкинс. Худшая, пожалуй, здесь легендарка. Стоит 5. Ну, хотя, может, и не так уж и плохо. Просто добивать 6 урона, это довольно много. Может быть. Тингмастер. Тоже неплохо. Учитывая, что у нас есть... Вот эти вот мелкие карты, они все довольно слабые. Да, то есть, того же зомби превратить в динозавра, это будет неплохо. А если мы там 2-1 превратим в 1-1, ну и ладно. Латхит просто 5-5 за 5. Ну, просто в каких-нибудь только флеймстрайках неплохо работает. А так-то, по сути, довольно уныл. На арене мало заклинаний разыгрываются. Как правило. Больше о существах. Да, я все же возьму Латхиба. Просто как 5-5 за 5. И на 6-ой вход выкладывать против зомби страйков. Ну, еще один домишинвентер с огромным удовольствием берем. Дрон нам нужен. Серьезно, думаю, взять рейтлидера. Я точно не эту не буду брать. А еще один Мурлок. Зачем нам еще один Мурлок? Миллион чарджей? Рейтлидер это ужас. Но мы приседаем по тройкам и может поможет. Да, давай. С огромным удовольствием возьму вот эту тройку, потому что это классная тройка. А это ужасно. Ну, это такие себе как-то. Классные. Берем, берем. Ну, еще один Блэдселл Рейдер, наверное. Да. Центис нам не нужен. 2-2 за 2 ерунда полная. Консил нам не надо. Придется взять Дэнсинг Свордс. У меня еще один Кобальт. Потому что единица здоровья, что тут, что тут, а мне все входит. Бэкстаб. Ну, коль мы взяли двух Кобальтов, нужно брать Бэкстаб. А так, может быть, еще можно будет... Нет. В любом случае, Бэкстаб. Спектр Кнайт тоже хорошая карта тут. Без вопросов. Здесь мне придется взять Спринт. Мне нужно много дровать. Потому что у нас очень такие дешевые все карты. Поэтому я беру его. Панов Кнайт тоже возьму. Учитывая, что у нас есть 2 плюс спелл дэмэджа. Поэтому самое оно. Последний. Последние карты я возьму Азер Дрейка. Дополнительный дров, плюс дополнительный спелл дэмэдж. Санвалкер тоже хороша, но все же хуже. Что сказать о колоде в целом. Такая быстрая агрессивная колода. Не очень у нас много. 3-2, только один бомбер. Да, больше всякие существа с двумя урона. Что, конечно, плохо. Но занять стол мы можем. И очень довольно просто. Троечки у нас... Ну, в принципе, если по ходу сразу будет выходить Дэнсинг Свордс, то это хорошо. Да, Хоррес Голем хорошо. Форсир неплохо. Вот эти такие симметрии. Ну, можно блейдом зачистить. Четверка относительно хорошая. Плюс, опять же, дрова у нас сразу же будет. В принципе, нормально. Нужно стараться убить очень быстро и... На это наша цель. Дрова хватает. Хотелось бы, конечно, какой-нибудь яд там заиметь. Что поделать. Так, сойдет. Это не ot ski. И я их уникал. И я вот здесь. Продолжение следует...